Пустые пляжи Феодосии, Ялты и Евпатории и обещание побить рекорд по количеству туристов в Крыму. Курортный сезон 2018 на оккупированном полуострове должен был стать особенным. Для безумного потока россиян, желающих позагорать, под крымским солнцем запустили Керченский мост и построили новый терминал аэропорта. Но российские туристы в Крым не поехали. Почему? Разбирались мои коллеги. После открытия нового аэропорта Симферополь и скорого запуска автомобильного движения по Крымскому мосту, курортный сезон 2018 для полуострова может стать рекордным. Так на российском первом канале завершили сюжеты в старте курортного сезона в оккупированном Крыму сразу после майских праздников. Уже тогда, по версии пропагандистского медиа, на полуострове были тысячи счастливых туристов, дегустирующих крымские медии и окунающихся в Черное море. Через две недели после этого Керченский мост открыли для автомобилей и ожидали наплыва туристов. На россияне отдыхать в Крым не поедут, так считает первый заместитель постоянного представителя президента в Крыму ИЗЭД Гданов. Кто туда поедет отдыхать, когда никакой там инфраструктуры нет, когда там ценовая политика, когда качество продуктов, когда вообще зона находится под санкциями. Кто туда поедет отдыхать, кто повезет туда деньги? Нет, конечно, никто. Это кадры с веб-камер на крымских пляжах. В начале лета они почти пустые. А это Одесский лонжерон. С самого утра здесь довольно многолюдно, несмотря на нелетние 22 градуса. Керченский мост ситуацию в Крыму существенно не меняет. Глава всеукраинской организации туроператоров Игорь Голубаха рассказывает, оккупированному полуострову нечем привлечь туристов. На жаль, Крым прогреет и в инфраструктурном плане, и в ценовом плане тем же Туреччине, тому же Египту. И не смотря на какую-то, знаете, шаленую российскую пропаганду, которая идет по всем российским каналам, турист, российский турист не поехал до Крыма. Миллион туристов насчитал в Крыму с начала года самопровозглашенный его глава Аксенов. Фантазия, ответственная по курортам и туризму Ялты, в разы скромнее. Она отсчиталась лишь о 44 тысячах. Игорь Голубаха констатирует, массового потока украинцев среди потенциальных клиентов крымских гостиниц не будет. Количество желающих позагорать на крымских пляжах за 4 года анексии сократилось в 3 раза. Это данные Майдана иностранных дел. В то же время в те же 3 раза возросла численность военных с 12 до 32 тысяч. У Кремля для крымского туризма денег нет. И после деоккупации, считают эксперты, Украине потребуется не один год, чтобы возобновить курортный имидж полуострова. Татьяна Сулий, Александр Павленко, Заман, АТР.